2023 год оказался крайне богатым на годные и интересные игры. Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Новая Зельда. Если перечислять все хоть сколько-то запомнившиеся игры 2023 года, то хронометража нам никакого не хватит. И естественно, как того требует традиции, в конце года мы запустили ряд голосований, чтобы определить, какие игры оказались самыми обожаемыми и запомнились нашим подписчикам больше всего. А теперь самое время подвести итоги. Встречайте! X-Delete Awards 2023 и его победители. Что ж, Джеффа Килли зазвать для записи ролика не получилось, так что не будем тянуть время и перейдем к спискам победителей. Номинация первая. Лучшая ролевая игра. Начнем мы, пожалуй, с победителя в номинации «Лучшая ролевая игра». За звание лучшей ролевки боролись Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Sea of Stars, Hogwarts Legacy и Lies of P. Конечно, каждый из этих претендентов всецело достоин своей минуты славы, но, к сожалению, победитель может быть только один, и им стало... Baldur's Gate 3. Что в ВК, что на Ютубе и в Телеграм, абсолютное большинство из вас, уважаемые подписчики, отдало свой голос за эпохальное детище Larian Studios. Годы полировки в раннем доступе и усилия Ларианов оказались не напрасными, и свет увидела по-настоящему великолепная игра, которой суждено стать одним из главных образцов для подражания, как среди ролевых игр, так и в игровой индустрии в целом. Достойная награда для достойной игры. Номинация вторая. Лучший экшен. В самой динамичной и заряженной адреналином номинации лучший экшен за победу соревновались Ghostrunner 2, Atomic Heart, Armored Core 6, Hi-Fi Rush и Like a Dragon Gaiden. И, к нашему удивлению, абсолютным фаворитом среди наших подписчиков оказалось... Атомное сердце. Да, игра, от которой до релиза мало кто ожидал чего-то серьезного, оказалась настоящим хитом, и подарила многим геймерам надежду на то, что российская игровая индустрия еще жива, и что-то может. Atomic Heart буквально не оставила шансов на победу в номинации даже Armored Core 6, игре, которую многие покупали ничего не зная о серии и опираясь исключительно на репутацию From Software. Номинация третья. Лучший приключенческий экшен Раз уж речь пошла про экшены, то почему бы не узнать, какая игра стала лучшим приключенческим экшеном 23-го года? Кандидаты были, надо сказать, впечатляющие. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor, Alan Wake 2, и, конечно же, Marvel's Spider-Man 2. В этот раз итог противостояния был не таким однозначным, и если в Telegram и ВК уверенное лидерство удерживала новая Зельда, то вот в сообществе YouTube с небольшим отрывом вперед вырвался ремейк Resident Evil 4. В конечном итоге по суммарному подсчету голосов победа достается The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nintendo смогли совершить буквально невозможное. Выпустить сиквел и без того великолепный Breath of the Wild, при этом не только не уронив планку качества, но и подняв ее до совершенно нового уровня. Заслуженная победа в нашей номинации для отважного халийца и его безумных машин. Четвертая номинация. Лучший симулятор или стратегия. Четвертая наша номинация объединяет в себе сразу два близких, но в то же время совершенно разных жанра. Стратегии и симуляторы. В 23-м году за звание лучшего симулятора или стратегии боролись City Skyline 2, Fire Emblem Engage, Jacked Alliance 3, Against the Storm, Aliens Dark Descent. Удивительно, но по итогам голосования победителем стала City Skyline 2. Да, проект оказался, мягко говоря, не идеальным с точки зрения наполнения и оптимизации на старте, но тем не менее симулятор управления мегаполисом смог найти отклик в ваших сердцах и тем самым стал победителем в нашей номинации. Пятая номинация. Лучший визуальный стиль. Безусловно, рассуждать о том, у какой игры лучший стиль, это дело неблагодарное, ведь тут все упирается во вкусовщину. Тем не менее, ряд игр мы просто не могли оставить без внимания, так что в голосовании участвовали Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI и Lies of P. Каждая из этих игр – пример великолепного визуального дизайна и впечатляющей работы художников и дизайнеров. Однако, как обычно, победитель может быть только один, и им стало Alan Wake 2. Remedy вновь порадовала нас как великолепной графикой, так и отличной стилизацией окружения, работой с декорациями и интересной подачей атмосферы и истории игры через визуальные образы. Сэм Лейк может гордиться работой своей студии. Заслуженная победа! Шестая номинация. Лучший сюжет. Сюжет в играх давно перестал быть чем-то опциональным. Крупные студии прилагают массу усилий, чтобы сделать историю в своих проектах увлекательной и интересной. А некоторые игры по части сюжета ничем не уступают не только фильмам, но и книгам. В этом году за звание лучшего сюжета боролись истории Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Final Fantasy XVI, Like a Dragon Gaiden и Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ожидаемо, но победу в данной номинации урвала Baldur's Gate 3. Мы не будем вновь распыляться в эпитетах касаемо таланта Фларион, и лишь скажем, что история третьей балды это крепкая фэнтези со множеством интересных сюжетных линий, запоминающимися героями, и, что важно, впечатляющей постановкой. Особенно в моментах близкого знакомства со спутниками, если вы понимаете, о чем я. Седьмая номинация. Лучшая инди-игра Инди-игры давно перестали быть просто андерграундом индустрии. Каждый год выходит масса действительно любопытных малобюджетных проектов, и 2023 год в этом плане исключением не стал. Так, в битве индюков в прошлом году сошлись Sea of Stars, Cocoon, Dredge, Shadows of Doubt и Dave the Diver, являющиеся инди по своему духу, а не формальным критерием. Битва была жаркой, но скоротечной, и победителем оказалась Sea of Stars. Очаровательная JRPG в духе Хронотреггер и ранних Final Fantasy завоевала сердца геймеров и наше звание лучшей индюшки 2023 года. Восьмая номинация. Лучший хоррор. Щекотать нервишки не только весело, но и по-своему полезно для здоровья. Как-никак, это простой способ зарядиться адреналином. В прошлом году среди ужастиков борьба за звание лучшего велась между Resident Evil 4, Alan Wake 2, World of Horror, Graveyard Shift и Demonologists. Да, старина Айзек Кларк к сожалению оказался за бортом нашего корабля, да и он вряд ли бы смог что-то противопоставить победителю номинации. Ведь звание лучшего и страшнейшего забирает Resident Evil 4. Capcom вновь показали всем, как нужно делать образцовые ремейки и интересные survival-хорроры, и победа в этой номинации лишь подтверждает, что злой Resident движется в правильном русле. Девятая номинация. Лучшая поддержка игры. Пострелизная поддержка игры это не только важный этап в ее развитии, но для некоторых студий шанс исправить свои ошибки и вернуть доброе имя. К примеру, в 2023 году за звание лучшей поддержки боролись как минимум две игры, сумевшие воскреснуть как Феникс. Это Cyberpunk 2077 и No Man's Sky, а также сразу три великолепных проекта, продолжающих активно развиваться даже спустя годы. Final Fantasy 14, Fortnite и Genshin Impact. Михаё в этом году как-то зажали нам примогемов для подкупа аудитории, так что победителем в номинации, исходя из ваших голосов, стала Cyberpunk 2077. Несмотря на то, что Cyberpunk практически похоронил репутацию компании, CD Projekt Red не сдавались и активно проводили работы над ошибками. Так что в 2023 году мы наконец увидели, как Cyberpunk 2077 вышла из метафорического раннего доступа и сходу забрала награду за лучшую поддержку игры от наших зрителей. Кстати, недавно у нас на канале вышло видео о состоянии Cyberpunk после последнего патча. Так что бегом смотреть, если еще не знаете, как игра изменилась за последние годы. Ссылка, как всегда, в описании. Десятая номинация. Самая ожидаемая игра 2024 года. Этот код обещает быть достаточно щедрым на громкие и стоящие внимания релизы. Более того, игр, которые стоит кинуть в виш-лист на 2024 год столько, что про них впору делать отдельный ролик, который мы, естественно, выпустим, если вы попросите об этом в комментариях. Мы бы были рады указать как можно больше игр, но лимит в каждой номинации пять конкурсантов. Так что за звание самой ожидаемой игры этого года боролись Silent Hill 2 Remake, Death Stranding 2, Hollow Knight Silk Song, Like a Dragon Infinite Wealth и Dragon's Dogma 2. И пока остальные конкурсанты блуждали в тумане, к победе подобрался ремейк Silent Hill 2. У нас, честно говоря, масса опасений, ведь переосмыслением культового психологического хоррора занимается совершенно иная студия, да и подробностей мало. Но искренне радует, что столько людей всё ещё верят в возвращение серии. Кинули в вишлист всей редакцией. Одиннадцатая номинация. Разочарование года. К сожалению, далеко не все игры выходят хотя бы неплохими. Были в прошлом году и по-настоящему разочаровывающие проекты, для которых мы подготовили свою золотую малину. Номинантами на самую грустную награду стали Starfield, Diablo 4, The Day Before, Call of Duty Modern Warfare 3 и Redfall. Каждый из этих проектов оказался настоящим ударом ниже пояса для фанатов, но особенно сильно вам запомнился Starfield. Игра, к сожалению, так и не раскрылась, так что становится главным разочарованием 2023 года. Мы, само собой, тоже не оставили без внимания релиз этой игры, так что можете посмотреть наш обзор, если всё ещё не знаете, почему эту игру так критикуют. Двенадцатая номинация. Саундтрек года. С музыкой, как и с визуалом, на вкус и цвет все фломастеры разные, так что за звание самого лучшего саундтрека боролись весьма разные по духу и настроению проекты, а именно Kai-Fi Rush, Alan Wake 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Atomic Heart и Baldur's Gate 3. И пускай All Gods of Asgard и Старина Чай настоящие мастера по части музыки, они мало чего смогли противопоставить великолепной смеси советской эстрады и металла, гремевшей на весь комплекс в Atomic Heart. Идея скрестить совершенно разные по духу жанры оказалась рискованным экспериментом, который, тем не менее, принёс Manfish победу в номинации, да ещё и с весьма серьёзным отрывом от соперников. 13 номинация Лучшая мобильная игра Пускай мобильный гейминг и является штукой специфичной и чаще всего весьма неприглядной, но с ним нельзя не считаться. Как-никак одна из самых прибыльных платформ, если верить отчётам. И, пожалуй, давайте разберёмся, какая из мобильных игр стала лучшей в 23-м году. А номинанты были следующими. Hankai Star Rail Reverse 1999 Monster Hunter Now Limbus Company Final Fantasy VII Ever Crisis И, без лишних слов, победитель Hankai Star Rail. Фанаты Михаё заслужили свою миску круток и аниме-жену. Остаётся убедить ушлых китайцев, что им стоит одарить свою преданную паству. 14 номинация Лучший игровой мем Мемы — это неотъемлемая часть современной культуры и, что уж греха таить, отличный антидепрессант. Естественно, игровую индустрию мемы стороной не обошли. И 2023 год подарил целую охапку забавных моментов. Мы же, в свою очередь, в качестве номинантов на главный игровой мем 2023 года выбрали СВ-новинки в доспехах на The Game Awards матерящегося гуся из Atomic Heart Я гусь? Я, пожалуй, 7 дюблейс? Продолжительность сюжета Call of Duty Modern Warfare 3 Если бы это была игра от Бесезда и, конечно же, русов против ящеров. Борьба была нелёгкой, но славянский зажим мемами своё дело сделал, и русы против ящеров по итогам голосования забрали победу в данной номинации. Конечно, само противостояние русов и рептилоидов в порождении далеко не игровой индустрии, но выход одноимённого трэш-боевика в Steam и его феноменальный успех лишь подлили масло в огонь. Так что мы тут даже спорить не будем. 15 номинация Лучший кооператив Вообще, с друзьями весело не только обмениваться мемами, но и проходить вместе игры. По такому случаю пора бы подвести итоги в номинации Лучший кооператив, в котором за победу соревновались. Little Company Trine 5 Party Animals Demonologists и Remnant 2 Каждая из этих игр великолепный способ весело провести время с друзьями, но всё же победу вы решили отдать Little Company. Чудоковатая, буквально собранная на коленке кооперативная страшилка про сбор хлама быстро стала хитом в Steam и породила целый поток мемов вроде Жуков-воришек. Эти же жуки, к слову, украли и приз, пока мы тут с вами разглагольствовали. 16 номинация Лучшая адаптация или экранизация игры Проклятие игровых адаптаций постепенно сходит на нет и хотя бы пара удачных примеров да выходят каждый год. К примеру, в 2023 году за звание лучшей адаптации игры боролись третий сезон Ведьмака от Netflix, The Last of Us, второй сезон аниме-адаптации Ark Nights, Five Nights at Freddy's и Super Mario Bros. На всякий случай скажу, что добавить Ведьмака меня заставили, так что поставьте лайк, чтобы несчастного автора текста выпустили из подвала, ну или хотя бы угостили оливьешкой. Победа, к слову, досталась The Last of Us. Пускай экранизация одних из нас вызвала массу опасений, но она оказалась добротным примером сериальной адаптации игры, так что награда вполне заслуженная. 17 номинация Недооцененная игра года Перенасыщенность рынка новыми играми раз за разом приводит к тому, что те или иные действительно годные проекты не получают достаточного внимания. Причин может быть много. Нехватка рекламы, неудачный выбор релизного окна или слишком серьезная конкуренция. Мы же, в свою очередь, хотели привлечь внимание к таким проектам, так что в номинацию Недооцененная игра года вошли Hi-Fi Rush, Armored Core 6, Like a Dragon Gaiden, Cocoon и Remnant 2. Каждый из этих проектов оказался незаслуженно обделен вниманием широких масс игроков и обязателен к прохождению. Но отдать победу всем мы не можем. Мы вас услышали и по итогам голосования победа достается самой заводной драйвовой и стильной игре этого года Hi-Fi Rush. Сложно сказать, почему рекламная кампания игры была такой скудной. То ли Tango Gameworks не верили в ее успех, то ли бюджета не хватило, то ли Microsoft денег зажали. Тем не менее, игра небольшой шедевр и очень интересный эксперимент, который мы вам настоятельно рекомендуем к ознакомлению. Ну что ж, вот мы и подошли к главной и самой горячо ожидаемой номинации 23-го года. Барабанную дробь, дамы и господа, ведь сейчас вы узнаете, какой проект стал игрой 2023-го года. Финальная номинация. Игра года 2023. Год был насыщенным и на удивление богатым на годноту. Составить список номинантов на игру года то еще испытание. И вот на чистоту хотелось включить большую часть озвученных сегодня игр. От Hi-Fi Rush до подобного дракону. Однако лимит в пять участников никуда не делся, так что за звание лучших из лучших боролись. Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom и Resident Evil 4. Мы не будем нагнетать интригу на ровном месте, конверт с именем победителя уже у меня в руках и я его распечатал. Победа достается. Baldur's Gate 3. Пускай, что Зельда, что Resident Evil, что Alan Wake 2 и даже Spider-Man 2 оказались действительно сильными и впечатляющими играми, но, к сожалению, даже им не удалось бросить хоть какой-то стоящий вызов творению Larian Studios. Этой игре поют дифирамбы. Ее хвалят все, от казуальных геймеров до фанатов ДНД. Да даже старики, ностальгирующие по золотым временам серпгии, нет-нет, да признаются, что хорошо же вышло. Многострадальная история серии Baldur's Gate лишь подчеркивает весомость трудов Ларианов. О ней, кстати, вы также можете узнать из нашего видео по ссылке в описании. Мы также проводили голосование за игру года и среди членов команды и пришли к аналогичному итогу. Победа в номинации Игра года 2023 по версии X-Delayed также достается Baldur's Gate 3. Давайте все дружно поздравим Лариан Студио с очередной победой и пожелаем им дальнейших успехов как в новых проектах, так и в развитии третьей балды. Пишите в комментариях, какие игры вот лично вы готовы назвать победителями в той или иной номинации? И какие вообще у вас планы на игровой 2024 год? Возможно, вы уже знаете, о чем бы вы хотели увидеть ролик. Мы же, как обычно, выражаем благодарность нашим бустерам, YouTube-спонсорам и патронам за активную поддержку канала. С вами был канал X-Delayed, еще увидимся и всех с наступившим 2024 годом! Субтитры создавал DimaTorzok